Приветствую вас, это канал RedCat. Ну что ж, вышло обновление в ММ2. Неужели наконец-то хэллоуинское обновление они дропнули? Итак, у нас очень симпатичненько все тут стало выглядеть. Все, конечно же, в памятниках, в тыквах и так далее. Хэллоуин 2024. Итак, вы можете прям бесплатно получить нож 2024 года прямо сейчас. Один уровень стоит 800 конфеток, из-за него вы можете получать какие-то ключики, какие-то ножики. Ну и, конечно же, самый-самый-самый-самый, ой, еще прикольно, книга. И самый крутой это вот такой вот тесак, который вы получите за 20 раз, если пройдете. Ну, получается, по факту, почти 20 тысяч конфеток надо насобирать, чтобы это получить. Те ключики, которые вы получаете, вы можете использовать, открывая вот этот сундучок и выбивать еще ножи и пистолетики. Не сильно красивые, не сильно нужные, ну вообще бесполезные, по сути. Game Mode Reward есть еще 0 из 5, нужно играть в Limited Tide Mode режим. Ну что ж, Vampire Hunt, прикольное что-то придумали, давайте зайдем посмотрим. Эй, я хочу сюда. Короче, у нас будет 3 вампира и 3 охотника, всего 24 человека на карте, и здесь вы можете друг друга охотиться. Довольно-таки прикольно, довольно-таки интересно. Давайте посмотрим, что же нас будет ждать. Так, играть. Окей. Ну и, конечно же, за робоксы вы можете купить себе кучу всяких ножей, вот как обычно можете набор. Так, сколько нож стоит, давайте, допустим, нож я захочу, пистолет симпатичный, 1699, oh no. А все вместе, 3399, oh no. Ну, короче, это какие-то крутые прибамбасы, естественно, я это покупать не планирую, но тем не менее. Так, ну что, я обычный, необычный, так сказать, житель городочка. Ну ладно, окей, давайте попробуем выжить. Куда же мне убежать? О, я вижу конфетку, я хочу забрать конфетку, подождите, конфетка, конфетка, ей! Это было очень быстро, ребят. Я схватил одну конфетку и сразу же мгновенно умер. Потому что там три было злодея, три убийцы. Меня очень быстро убили. Так, ну ладно, ребят, давайте пока идет загрузка, посмотрим саму карту. Тут есть вот такие вот паучки, есть разные тыковки. Мы все посмотрим. Ну и, конечно же, пасхалка. Есть очень прикольная пасхалка, которая чуть-чуточку позже я покажу. Мы пройдем сквозь стену и увидим, что от нас прячут на этом режиме. Пока попутно бегаю по тыковкам. Проверяю всякие нычки, нажимаю, тут ничего не нажимается. Ну и вот, ребята, здесь у нас есть пасхалочка. Пасхалочка у нас связана с... Так, это тут интересно. С вот этими, видите, вот паучок, а под ним есть еще свеча. Так вот, пасхалка связана именно со свечами. О, открылась, открылась, ребята, заходим, заходим, заходим. Вот здесь вот у нас пасхалочка. Рип и нож всунут в гроб, прям забили. Так, здесь, судя по всему, у нас разработчики игры сидели и клепали новую обнову. Забыли свои очки, забыли ноутбуки свои и поуходили. Единственная проблема, я не понял, как отсюда выйти. Если вы знаете, напишите, ребята, в комментариях, что тут нужно дернуть для того, чтобы открылась дверь. Или надо просто ждать, когда вне тебя откроют. Я так понимаю, что тут фишка связана, видите, с вот этими свечами. Они нажимаемые, то есть вы можете на них нажимать и меняется освещение. Какие конкретно нужно нажать, я не очень разобрался. Вот видите, это не нажимается. Там еще снизу есть одна или две даже. То есть вы должны открыть или в нужном, скажем так, нужный код сделать, в нужной последовательности ввести. Либо же просто несколько их нажать. Ну, короче, сами посмотрите, понажимаете, подумайте. Подсказку я вам дал, это свечки. А как их нажать и в какой последовательности, вы уже сами, думаю, разберетесь. Так, ну что, я наконец-то охотник. Я даже не обычный житель этого веселого городка с вампирами. Сейчас мы будем смотреть, что тут и как. Так, давайте вычислим, кто убийца для начала. Я слышу, что где-то кого-то режут, но не вижу конкретно, где и кто кого. Там прыгает, что-то кувыркается. Вон кто-то слева бегает с ножом. Так, одного убийцу вижу. Давайте смотреть, кто еще. Тут должно быть три. А, вон еще девочка, тоже убийца. Боже мой, кошмар. Так, у меня подлагивает жутко. Давайте попробуем в кого-то стрельнуть. Вот в эту хочу попасть. Бенч. Да, ребят, моя точность, это просто прекрасно. Я в жизни по ним не попаду, если честно. Вау, смотрите, как клевонько. Они превращаются, видите, и какое-то время могут сделаться летучей мышью. И полетать на карте. О, это прикольная способность. Вот еще девочка бежит. Я хочу тебя спасти, девочка, но я слепой. Так, ну получается, пока я тут промазываю все конфетки снизу. Да что, ну попал уже, ну е-мое. Да нет, вот смотрите, сейчас вообще прям в спину попало, но не засчитал. Не знаю, может слишком высоко надо спуститься. Давайте пособираю конфетки, попробую еще отсюда стрельнуть. Но это, мне кажется, плохая затея, меня сейчас убьют. На тебе. Ну вы видели, ребят, я навел на нее, попало в ящик. Ну как это так? Что за читерство? Нечестно. Абсолютно нечестно, я считаю. Да. Вот так вот. Но зато конфеток пособирал максимально, так понимаю, 50 штук можно, да, собрать? Вот, но я 20 собрал, мне нормально. О, они за мной бегут. Они за мной бегут. Это убийцы. Так, я хочу попасть, но как тебе попасть, я не понимаю. У меня пистолет просто не попадает. Я вот стараюсь же, вот, стреляю, ребят. Нечестно же, ну е-мое. Ну ладно, сейчас может промахнулся, но до этого точно попадал. Ну и сейчас попал, ну почему нет? Все, габелла. Ну, и сейчас нет почему-то. Все, он попал. Вообще у меня не получилось всех спасти, поэтому играю обычным билладжером. Если вы играете за билладжера, я нашел одну довольно-таки интересную штучку, куда вы можете спрятать. Это вот этот вот, там была такая как бы могилка в самом начале, в нее можете зайти спрятаться. Ну и также, наверное, еще лучше это бегать, прыгать по крышам. Потому что вы видите заранее, кто к вам идет, и можете куда-нибудь убежать. Так, давайте вообще по крыше похожу. Интересно, тут может что-то, прям тут найдем прикольненькое что-то. Быстренько еще хочется, конечно, и конфеток пособирать. Хотя я не знаю зачем. По-моему, там один шаг в геймпасике, это стоит 800 конфет. То есть 800 конфет, это ну минимум, если там за 10 каток вы сыграете и получите 500, это будет уже счастье. Да, вам надо, я так понимаю, 800, то есть это получается не 10 даже, ну а почти, грубо говоря, 20 каток вам нужно сыграть для того, чтобы пройти один день. Ну, в целом, наверное, за месяц вы пройдете и получите ножик очень красивый. Ну, это довольно-таки долго, надо и очень много играть. Для фанатов, так сказать. Ну и, конечно же, ребят, если вы хотите прям пособирать много монет, этих конфеток, то лучше, конечно, заходить на небольшие сервера, заходить желательно с друзьями. Либо же свои, там, не знаю, 2-3-5 аккаунтов заводите, чтобы вы друг друга не убивали, а просто бегали и собирали по карте эти конфетки. Ну и выбирайте какие-то большие карты, там, по типу лаборатории, милитари бейс и так далее, где, во-первых, их спавнится больше, во-вторых, они довольно-таки большие. Ну и, соответственно, если даже там будут убийцы, вы сможете по ним передвигаться, убегать и так далее. Если есть какие-то у вас бустики на скорость, тоже их активируйте, берите с собой, покупайте, они вам пригодятся. Так, думал, что в эту часовню как-то можно зайти, но, к сожалению, тут входа нету. Ну ладно, давайте немножко соберем конфеточек и будем, наверное, умирать. Так, сколько я собрал? 2-4. Нормально, 2-4, это хорошо. Так, ой, ой, хотя меня хотят, почему меня хотят убить постоянно? Ну, не стреляйте мне в спину. Так, я побежал наверх, мне надо убегать. Быстрее, быстрее. Еще чуть-чуть конфеток, мой рекорд уже 31 конфетка, 32, 33, давай 33, 33 конфетки, 34 и 37. Ого, ого, ай, не получилось. В общем, ребят, такая обнова довольно-таки интересная и новая карта у нас бывает и куча всяких призов, так что обязательно играйте и получайте ваши награды. Ставим лайк, подписываемся, кто это еще не сделал и спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok